всем привет добро пожаловать на мой канал девочки видео я не планировал записывать ну это к обсуждению темы рукодельный бизнес помню были у вас запросы обсудить данную тему и так далее давайте начнем просто с такой маленькой записи для того чтобы понимать вам интересно или нет и если что я пока более детально подготовлюсь поделюсь своим личным опытом и мы сделаем прямую трансляцию чтобы вы могли задавать вопросы и на них получать сразу ответы и так сегодня у нас такая ситуация когда я отправила посылку в направлении с украины в россию посылка была тяжеленькая к сожалению малым пакетом надо было ее делить но мне не рекомендовали почему-то мы сказали что запакуйте все в одно и просто заполнять и таможенную декларацию сразу на отделение и все меня не предупредили что посылка идет месяц это раз и в общем то я отправила все как было но вот прошло уже сколько прошло до недели три прошло посылка перестала трек куда-либо двигаться то есть посылка пришла на таможню и типа с украинской тому на украинскую она зашла и должна перейти на российскую таможню но где-то там в этих между ними наверное какой-то бермузский треугольник произошел посылка сейчас не отслеживается нет по украинской почте не по российской придя сегодня на отделение почты которая с которого я высылала эту посылку была смешная ситуация во первых я не смогла сразу туда зайти на отделение стояли наши любимые пенсионеры какое там число сегодня 24 коммуналку они же должны были оплатить вы чего-то они там стояли и подойдя к двери меня не хотели пускать мне сказали что у нас тут очередь одни пенсионерки бабушки стояли на что я улыбнулась и сказала я извиняюсь но пенсию мне еще пока рано получать поэтому отойдите от двери и дайте мне зайти было сказано таким тоном я не буду вам его показывать что бабушка отошла в сторону зайдя в отделение сегодняшнего дня кстати по киеву разрешены уже рестораны полностью работа кроме детских комнат даже культурные мероприятия в помещении может находиться где-то 10 человек так у меня немного рукам может трястись потому что снимаешься на телефон далее даже бассейн у нас уже открыли для индивидуальных занятий то есть значит почту может уже не два человека заходить и даже не четыре десять может подойдя в окошко где я отправляла посылку я вижу что конечно на занята я у нее спрашиваю скажите пожалуйста мне к вам окошко обращаться если я послала посылку и она не отслеживается по треку прошло три недели она спросила куда вы отправляли явлю я отправляла в россию что вы хотите я в я хочу узнать где моя посылка на что вы не звучит девочки гениальный просто просто гениальный ответ а вы в курсе что у нас война с россией что вот что она вообще лепит хочу напомнить в помещении пенсионерки присутствует и кто чаще всего выматывает нервы данным работником это конечно же пенсионер и стоять ругаться с работником почты это означает что дать им понять что это нормальное поведение стоять и ругаться с и мотать им нервы как они обычно делают в принципе пенсия не пришла выплаты какие-то там не пришли кто виноват работник почты не тот дядя тетя которые не внесли тебя в список короче к нашему делу я говорю во первых что вы такое говорю говорите официально ничего нету с другой стороны если у нас идет война с россией зачем вы взяли посылку в том направлении вы не должны брать тогда посылки если вы не гарантируете их доставки она смотрит на меня я говорю вы можете посмотреть в своей программе она у вас может как-то лучше увидеть чем сайт отслеживания укрпочты сказал что она сейчас занята и некогда со мной уточнять эти вопросы девочки я хочу напомнить что укрпочта на 50 процентов это теперь коммерческая организация то есть как это принято в большинстве государственных компаниях когда бизнес туда заходит бизнес составляющая они только оттуда деньги берут но они забывают работникам объяснить что теперь от того что я могу не прийти к ним они больше не заработают и что они больше не государственная компания к сожалению нашей стране сейчас это чаще чаще приходится напоминать людям которые считают которые поднимают тарифы которые работают уже на коммерческой основе все-таки часто часто сейчас приходится объяснять людям что они не государственной компании работы и что 10 жалоб и она уволена да она может перейти на другое отделение но если она не поменяет суть работы и общения с клиентами то и оттуда ее уволят приходится об этом напоминать в общем настроение не очень я пойду вечером туда после 7 часов вечера до 9 работает отделение и пойду я объяснять человеку что она не может так общаться с клиентами что если она занята то ее инструкция обязывает к тому сказать что пожалуйста если вам не сложно подойдите после 7 часов даже после 7 7 до 9 часов вечера когда ты там что-то у них отправляешь у вас даже есть скидка скидка понимаете и в этом плане как бы я ей тоже пользуюсь я вам скажу по секрету чтобы девочкам доставка была дешевле и в таком случае если у тебя сейчас много работы тебя уже взбесили кита пенсионерки должна автоматически сказать извините подойдите с 7 до 9 мы разберемся если у вас нету времени подходить к нам в этот участок времени суток пожалуйста звоните на горячую линию и пробуйте там узнать информацию о вашей посылке ведь чеки у меня все получим то есть со мной были я просто хочу знать где моя посылка если вы не можете гарантировать ее доставку то я просто хочу чтобы вы вернули мне мою посылку и чтобы я ее послала другим способом с таким успехом как она едет я могла сама в питер буду ехать я могла сама в питер отвезти эту посылку плюс минус да поэтому это сейчас сторона продавца озвучено в данном отрезке видео но поверьте мне не все так работают как допустим я работаю то есть для меня это даже не работа для меня это просто услуга для девочек которые хотят конкретными нитками вышивать если бы я хотела поставить это на поток у меня был бы свой конкретно сайт потому что мой муж может его за короткое время сделать у меня я уже налогоплательщик для меня зайти открыть еще один квад а он у меня и так открыт на продажу на продовольщик товаре то есть это не продуктовые товары то есть не констовары а просто штучки какие-нибудь у меня этот квад и так открыт я официально плачу налоги все что заходит ко мне как на к это даже не на карточку это на расчетный счет заходит девочки которые у меня покупают и когда у них им выставляется счет да то есть это как раз тот счет как когда вы если не получили товар вы можете запросить возврат денег в течение 180 дней все то же самое и когда ко мне пишут девочки что есть такой у нас магазина голка комью а фейсбуке а или не фейсбуке вконтакте это было который кидает номер карточки непонятно какого банка не указывает какой расчетный счет и три месяца морожит клиента и получается что такие вот интернет-магазины до комью а комью а это уже надо чуть чуть больше за домен заплатить например да конечно не как он потому что там надо торговую марку иметь но неважно дата спампезность сама магазина и на этапе блин каких-то менеджеров человек ломает всю себе куда бизнес историю да то есть характеристику магазина то есть и девочки пишут что мне делать я говорю ни в коем случае не оплачивать на эту карточку потому что если голка комью а супер-пупер магазин который имеет деньги заплатить за доменное имя комью а не может себе оформить расчетный счет или не хочет палить свою свое сотрудничество с россией а это у нас не запрещено малому бизнесу работать с такой страной как россия не запрещено только большие государственные компании корпорации и энное количество видов деятельности не могут сотрудничать напрямую да но слава богу узнаете как и в россии так и в украине у нас предприниматели очень адаптивный народ есть у нас по соседству прекрасная страна белоруссия которая я в который раз просто горжусь ее находчивостью то есть то что вы не можете сделать напрямую вы можете с россией торговать вы можете сделать через белоруссию и белоруссия на этом заработает деньги просто потому что она перегонит все по своим документам молодцы молодцы и насколько мы тупые это уже отдельная история главное гордость и патриотизм у нас в кавычках поэтому есть заказчики которые даже по украине не дают нам не забирают посылки которые мы им отправляем если вы хотите об этом узнать больше пишите мне в комментариях есть видео наберет 200 лайков я сниму продолжение до встречи